Добрый день, дорогие друзья! Александр Белов, 2 сентября 2020-го, инопланетные клоны, предки людей. На высших планетах нашей галактики жизнь людей обустроена совсем иначе, чем у нас. Инопланетяне, живущие там вовсе не так уродливы, как это показывает нам Голливуд, руководствуясь искаженными шаблонами нашего восприятия инопланетян. Пугая людей сморщенными карликами, уродцами, идеологи эволюции и киношники преследуют одну единственную цель – очернить тех, кто является нашими предками. И чья жизнь на многочисленных высших планетах Млечного Пути построена совершенно иначе, дорогие друзья, чем у нас с вами. Но эти инопланетяне регулируют предчисленность населения на своих планетах. Сколько убыло людей, умерло столько и прибыло, родилось. А инопланетяне не нужен демографический взрыв, демографический, даже постоянный прирост населением тоже не нужен. Каждый человек у них ценен. В их сообществе прекрасно понимают свою личную задачу – познание себя и мира. Для этого душа и родилась в биологическом теле. Космические люди размножаются несколько иным способом, чем тот способ, к которому мы привыкли. У людей, обитающих на звездных системах, расположенных ближе к центру Млечного Пути, распространено клонирование. Репродуктивное клонирование. Когда-то, очень давно, чтобы остановить деградацию, ну что такое репродуктивное? То есть это полное воссоздание всего организма целиком. А терапевтическое – это отдельные ткани, когда создаются. Итак, чтобы остановить деградацию своему населению, когда-то давно инопланетяне пошли на беспрецедентные меры регуляции численности населения. Бесконтрольное хаотичное размножение индивидов было взято под контроль обществом, инопланетным обществом и государством. Поэтому инопланетян, близкие к идеальным организмам, с отличной генетикой, инопланетяне в телесной жизни здоровы и счастливы. Их цель – познание и творчество. В течение нескольких жизней они достигают эту цель и удовлетворяют свой внутренний интерес, для которого родились и с которым родились. После чего их души спокойно возвращаются к нематериальному создателю тел, разуму галактики и соединяются с ним в единое целое. В таких телах рождаются мудрые души, имеющие опыт прошлых реинкарнаций или пришедших из галактического разума за опытом материальной жизни. Инопланетяне, контролируя рождаемость, стремятся без надобности не создавать новые души, которые не имеют опыта прошлых воплощений. Их надо специально, эти души, обучать, готовить к жизни, предостерегать соблазнов отождествить себя с телом и предаться бесконтрольному наслаждению, позабыв о главных задачах, которые стоят перед человеком, перед индивидом. Это называется соблазном длительного материального существования. Однако у инопланетян, живущих на высших планетах Млечного Пути, появляются охотники наслаждаться. Есть и такие. Позабыв о своих задачах, добровольно взятых на себя перед тем, как отделиться в виде самостоятельного духа от галактического разума, они всеми правдами и неправдами стремятся выскользнуть в инфернальную воронку и разрушить устои инопланетного общества, вовлекая в материальное существование других. У инопланетян, как и у людей Земли, существует главный закон – свобода воли. Инопланетяне, люди, сами вольны выбирать свою дальнейшую жизненную судьбу в материальном теле с дальнейшим воздаянием за благи и дурные мысли и поступки. В сообществе инопланетян изредка появляются такие души, желающие наслаждения в материальном мире и протестующие против детерминированности рождения и против полученных определенных идеальных клонированных тел. Они специально отделились от галактического разума, чтобы осуществить демарш полного погружения в материальный мир. Но ресурсы любой планеты, самой распрекрасной, ограничены. Поэтому бесконтрольное размножение людей рано или поздно может привести к голоду и нищете, что в свою очередь является одним из важных факторов деградации людей, снижения когнитивных способностей. Кроме того, большое количество людей пагубно сказывается на экологии. Надо всех обеспечить жильем, одеждой, работой, транспортом, едой, средствами коммуникации и так далее, ресурсами любой планеты непреспредельно. Поэтому в результате этого появляется дефицит всего необходимого для жизни человека, где бы он ни жил. Плохая экология, некачественные продукты питания неизбежно будут приводить к росту хронических заболеваний, ухудшению качества жизни, а также снижению познавательных способностей людей. Мамочки голодают, в утробе носят плод, и плод недополучает продуктов питания в виде крови, обогащенной микро-макроэлементами, и не развивается в должное у него, не развивается отделом мозга, то есть идет недоразвитие мозга. Клонирование позволило инопланетянам решить следующие задачи. Регуляцию роста населения планет, обеспечение потребностей населения в еде, комфорте и прочих условиях жизни, предсказуемость поведения, связанной с определенным генотипом, здоровье рождающегося населения, клонированию подлежателей с организмой, с хорошей генетикой. Инопланетяне, обитающие на высших планетах галактики, прекрасно осведомлены о том, какая душа приходит в новое тело для рождения. При помощи тестов они распределяют людей в группы по интересам, в которых происходит их дальнейшая специализация, обучение, согласно тому, какой интерес проявляет ребенок, и чем он будет в дальнейшем заниматься в жизни. Рождающиеся новые души обучаются тому, к чему у них лежит душа. Их жизнь посвящена творчеству и познанию нового. Бесцельное времяпрепровождение неведово им. Они прекрасно информированы о том, что нематериальный разум галактики является создателем людей, и созданы они для определенной задачи, а именно познания себя и мира. Изгнание из рая Вероятно, в этой библейской притче метафорически выражен смысл реального события, которое имело место, и к тому же неоднократно имело место в истории инопланетян. Отступников, пожелавших жить и размножаться самостоятельно, пренебрегая правила инопланетного общежития, отправляют космическую ссылку на Землю. Там они могут делать все, что им заблагорассудится. Размножаясь естественным образом, организмы человека сохраняют генетическую историю своих предков, которая не всегда позитивна и благоприятна для потомков. В организмах людей закрепляются генетически и передаются по наследству адаптации к среде обитания со временем. Это сильно изменяет родословную линию человеческой популяции, искажает облик людей и наделяет организмы адаптациями, приспособлениями к той или иной среде, климату, типу пищи. Все это наследуется и искажает первоначальный генотип и фенотип. Грехопадение, Адама и Евы, библейская аллегория, связанные с нарушением табу по производству себе подобных. У инопланетян производство потомков поставлено под контроль государства. Вероятно, вопросы репродукции государства инопланетного, само собой. Вероятно, вопросами репродукции инопланетян занимаются специальные ведомства. Оно строго следит, чтобы инопланетное население размножалось только при помощи ЭКО. Что такое ЭКО? Это когда извлекают яйцеклетку из организма женщины и оплодотворяют ее искусственно. В условиях инвитро, то есть в пробирке. Преимущество этой методы заключается в том, что можно вырастить зародыш или плод уже, ну и наборожденного впоследствии с заданными биологическими свойствами, о которых известно заранее. Однояйцевых близнецов можно клонировать до бесконечности, разделяя развивающийся эмбрион на ранней стадии развития. Пока такие технологии земным людям недоступны. Однако технически это несложно сделать. Главное подобрать близкий к идеальному человеческий организм, который можно потом клонировать искусственным путем. Ну и природные клоны у земных людей, они образуются сами, никого не спросясь. О них всем известно. Это однояйцевые близнецы. По статистике один раз на 250 родов. Это однояйцевые близнецы. Они технически являются клонами по отношению друг к другу. Наследуют по 50% генетического материала от отца и матери. Формирование однояйцевых близнецов. Вот тут на схемке мы видим. Можно искусственным путем разделять извлеченные из организма матери оплодотворенную яйцеклетку, зиготу. И подсаживать разделенные таким образом эмбрионы, одинаковые, но разные, в матки суррогатовых матерей для последующего вынашивания. Ну как пример. Может быть мужчины-инопланетяне клонируют, разделяя при помощи специальных технологий оплодотворенную яйцеклетку с хромосомами на фрагменты. Из каждого такого фрагмента подсаженного в трубу суррогатной матери вырастает генетический клон однояйцевого, то есть идентичного брата-близнеца. Другой способ получения клонов генетических копий одного и того же организма партеногенез. Он хорошо известен, ну то есть от древнегреческого девственное происхождение или девственное развитие, размножение. В общем, у млекопитающих все это показано, как ни странно, предотвращением отделения второго полярного тельца по эмиозе. Возможно индуцировать партеногенез. В общем, были такие опыты, вроде бы даже и на людях, но они не очень даже и подтверждаются. То, что в яичниках девушек, непорочных девушек, обнаружены были, так сказать, эмбрионы, которые начали развиваться партеногенетически. Очень может быть, что тела женщин-инопланетяне получают партеногенетически, заставляя при помощи технологии неоплодотворенную яйцеклетку в женском организме развиваться в полноценный клон материнского организма. В этом случае дочь будет генетической копией матери. Ну, это известно перед вами. Вот, например, армянские скальные ящерицы, обитающие на Кавказе. У этих ящериц в 1950-х годах было впервые открыт партеногенез. То есть, форма полового размножения, при которой яйцеклетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения. То есть, без участия самцов дочери являются клонами своих собственных матерей. Не исключено, что для клонирования и у мужчин, и у женщин инопланетяне используют искусственные матки. Искусственные утробы для вынашивания развития позвоночных животных и человека пытаются создавать на Земле с разным переменным успехом. Ну, и искусственная матка – это приспособление, которое предназначено как раз для этих целей. Предполагается, вернее, делаются такие приборы, которые имеют систему газообмена, циркуляции питательных веществ, систему удаления продуктов обмена, кровотока плода, систему гормональной регуляции развития плода, систему поддержания оптимальной температуры гомеостаза, ну и так далее и тому подобное. На Земле правители издавна пытаются сдерживать бесконтрольное размножение населения при помощи проверенных методов войн, эпидемии и так далее, что очень, кстати, бесчеловечно. Однако такая практика мало помогает, как показывает история, количество людей увеличивается в геометрической прогрессии и на сей момент почти достигла по официальным сообщениям 8 миллиардов, на самом деле гораздо больше, скорее всего. А способность к пониманию увеличивается лишь в арифметической прогрессии у населения. В обозримой перспективе это должно привести к массовому когнитивному психозу или поглуплению всего населения Земли, несмотря на доступность к информационным ресурсам, то бишь компьютер, интернет, мобильная связь, гаджеты и всякие остальные. Кроме того, бесконтрольное размножение ухудшает фенотипические и генетические наследственные признаки организма. Чем больше людей, тем хуже, как говорится, для потомков. На Земле образовалась инфернальная воронка, в которой постоянно в результате бесконтрольного размножения образуются новые души, не отягощенные прошлым опытом воплощений, то есть не реинкарнирующие еще. Новое тело создает новую душу, по моему мнению, не получая должного воспитания и правильных ориентиров в жизни, они придаются гедонизму, эти новые души, и плодят новых детей, которых воспитывают в традициях эгоизма, эгоцентризма и того же гедонизма. И умные души искушают себя телесными удовольствиями и особо не задумываются о природе вещей, о мире, о себе, о своей собственной природе. Познание, как самоцель, для них совершенно чуждо. В этом, все в этом обозримом будущем может привести к разрушению социума и государства. Дорогие друзья, всего доброго. Конец фильма. Конец фильма.